Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец Юбилейная тема В апреле этого года Исполнится 50 лет Со дня основания Студенческого отряда проводников Для молодого поколения Это совершенно непонятное явление Потому что у нас и поездов Осталось совсем мало Если посмотреть на Википедию Открыть сайт Прибалтийской Железной дороги и сайт Рига Пассажирская То можно ознакомиться В какое количество поездов Ходило из Риги в разные направления Какое количество вагонов Отправлялось И это был очень большой Пассажирский поток Который особенно увеличился летом Невозможно было купить билеты Естественно, что Ставились дополнительные поезда На все линии И не хватало людей Чтобы их обслуживать И вот решением для Этой проблемы Стало создание Студенческих отрядов проводников Первый отряд был создан В 1969 году В Москве И уже через год Был создан отряд В Латвии Этим занимался Наверное Центральный комитет Коммунистического союза молодежи Латвийской ССР И Прибалтийская железная дорога А сегодня у нас в студии Участники Очевидцы этих событий Ну, конечно, не с самого начала Поскольку они люди Достаточно молодые Вот И я хочу вам представить Это Владимир Икусов Который был командиром Студенческого отряда проводников Целых 10 лет С 1972 по 1982 год А сегодня он директор Балтийского концертного агентства Добрый день, Владимир Добрый Студентка Рижского политехнического института Боец отряда В 83-85 годах Это был отряд Магистраль Ирина Фельдман-Соколова Здравствуйте Здравствуйте И Майя Гарбу Студентка Латвийского государственного университета Командира отрядов Визма и Время В 84-86 годах В 87-м годах Она была командиром Такого уникального отряда Как Интерсоп Она об этом расскажет Добрый день, Майя Добрый день И еще по прямой телефонной связи Мы свяжемся со Светланой Леках Которая, так сказать, наследовала Владимиру Икусову на его посту Немножечко уже позже И в 85-86 годах Была командиром Студенческого отряда проводников Итак, что это был за феномен Сколько людей Так сказать, ежегодно Работало в этом отряде Почему они в нем работали И Ну вот у меня такой Вопрос Как у очевидца Что Обычно в студенческие строительные отряды Люди ехали Ну как бы Ну конечно заработать денег Но и за романтикой какой-то Это были общие Какие-то сборы Вечера под гитару И так далее Вот как в поезде Это вообще можно организовать И Присутствовали романтика В этом уникальном отряде Вот об этом Хочется узнать у вас Владимир Ну я начну с чего Люсь Вы мне простили Что я так сказать Молодой человек Это не совсем так Но тем не менее В душе молодой В душе молодой Да И участвовал в организации Этого отряда Но если коротко С самого начала То что можно сказать Раньше действительно Вагонное депо Рига Пассажирская Каждый год Весной Развешивала объявления По По студенческим По По учебным заведениям И приглашала людей К себе на работу На летнюю работу На летнюю работу Да просто У них действительно Не было другого выхода Потому что раньше Поездов Ходило очень много Из Риги Хочу вам для примера Сказать что Вот в конце 70-х Начало и 80-х годов Только в одну Москву Ежедневно Отправлялось 8 составов Причем не таких коротких Как сейчас там По 6-7 вагонов А по 15-20 И так далее Ну 22 вагона По-моему стандарт был Да Именно так Вот Потом Кроме этого Летние пассажирские перевозки Всегда очень сильно увеличились За счет дополнительных поездов Это были поезда Вадлер Новороссийск Харьков Одессу Симферополь Львов И так далее И все их нужно было обслуживать Люди ездили в отпуск Просто Да Все были переполнены Билеты И то целая проблема была Так сказать Купить Вот И Другого выхода не было Как Привлечь молодежь Да Привлечь молодежь Так сказать Сделать Организованную Рабочую силу На летний период И тогда Республиканский штаб ЦК Комсомола Латвии Принял решение О создании Латвийского студенческого Отведа проводников До этого уже существовали Студенческие строительные отряды А теперь сделали Отвед проводников И вот здесь абсолютно уместный тот вопрос Который только что задала По поводу того Как это в поезде В отличие от того Что там Люди поехали на стройку И на третий день Все уже передружились Перезнакомились Посидели у костра Попели песни с гитарой И так далее Тогда в связи с этим Штаб отряда проводников Он придумал Новую такую фишку Которая могла бы позволить Людям проводить Интересное время И знакомиться Друг с другом И мы перенесли Упор Во многом На Подготовительный На весенний период Это означало Что мы в рамках Так называемого Соцсоревнования Давали студентам Возможность Перезнакомиться Друг с другом Пообщаться За что они соревновались Они соревновались Во-первых Они много чего делали У них была Так сказать И организационная подготовка Ну то есть Там обучение Техническое Для вагонного депо Медкомиссия И так далее То есть они ходили На какие-то курсы Чтобы освоить Эту профессию Да Конечно Потом У них было Много чего другого Там шефская работа Военно-патриотическая И так далее Ну и как Вершинка всего Это спортивные Состязания Или Смотра гидбригад Смотра гидбригад Это было Одно из основных Так сказать Мероприятий Подготовительного периода К нему Все очень готовились И много чего Интересного А кого агитировать В поезде Дело не про поезд Дело в том Что действительно На составе Работает Предположим Там 25-30 человек Кто-то на первом Кто-то на последнем Вагоне Они могут За все лето И не увидеть Может быть Друг друга И не узнать И поэтому Когда мы им давали Возможность На тех же смотрах Гидбригад Подготовить Так сказать Свой дееспособный Коллектив Творческую программу Творческую программу Конечно Они готовились И они были В контакте Друг с другом И это Очень помогало А во главу Угла всего Стояло Соцсоревнование Распределение Рейсов Среди студентов По итогам Соцсоревнования То есть бригада Занявшая первое место В подготовительный период Выбирала себе Любой рейс Остальные То, что оставалось И так далее А у студентов Были свои предпочтения Кому-то нравилась Москва Например Олимпийская Или что-нибудь В этом духе Вот У нас был Фирменный Студенческий поезд Факел В Москву ходил Вот Кому-то Адлер Сочи Кому-то Новороссийск Ну в общем У каждого Были свои пристрастия И было Как говорится За что бороться Хорошо Давайте мы Обратимся К нашим Радиослушателям Чтобы они Может быть Делились своими Историями Если они Когда-то Заприкасались СОПом По телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Может быть Кто-то Из бывших Бойцов Слушает Нашу программу И Захочет Переговорить С нашими Гостями Тоже по телефону Мы дадим Такую возможность Задавайте Свои вопросы Если вам Что-то Непонятно Я думаю Что многие люди Из Молодых поколений Конечно Никогда С этим Не соприкасались И Этот феномен Может быть Для них Интересным Итак Владимир Икусов Который Руководил Отрядом Студенческим Отрядом Проводников Практически 10 лет Рассказал нам О том Как формировался Коллектив Этих Отрядов И Назвал Несколько Таких Терминов Которые Опять-таки Тоже Представители молодого поколения Совсем непонятны Соцсоревнования Агитбригада Шефская работа Вот шефская работа Это что? Вот теперь бы это назвали Благотворительность? Вот Обязательно Все бойцы Отрядов Приходили с помощью Помогали Там Смотреть за детьми Играть с ними Убирать что-то Ну Всякое Всякие такие работы Потом еще Очень многие бригады Брали шефство Непосредственно Ну Отряд Бригада Да Там эти 20-25 человек Над Детскими садами Над Какими-то школами Тоже приходили И чем-то помогали Проводили Какие-то Утренники Какие-то Хозяйственные работы Ну Что-то вот В таком плане Ну Что мотивировало людей Вот этим заниматься Ну Как бы Детский дом Такое Место Где Ну Собрано Такое Концентрированное Одиночество И вот Вы приходите Молодые люди Ну Как бы Со студенческой скамьи Может быть Вам вообще Эта проблематика Была неизвестна Незнакома И так далее Вот Почему Вы делали это? Ну И была ли это реально Потребность Или там работники Справлялись А вас воспринимали Как какую-то там Ну Помощь всегда нужна была Почему нет? Прийти поиграть с детьми Что-то помочь Как-то на какое-то время Помочь освободить Воспитателей Да Ну Почему Проводили какие-то там Развлекательные игры С детьми Детям было интересно Потому что Ну Как-то в те годы Совсем все по-другому Воспринималось И Дети действительно Ждали в детском доме И они С распахнутыми глазами Бежали навстречу И в принципе Иногда даже Ну Ну Не то чтобы слезы Подступали В глаза Но Когда смотришь Эти в детские глаза И они Ждут Что вот вдруг А вдруг Вот это вот Мама или папа Но это конечно Тоже иногда Бывало не для Слабонервных Ну Как-то так Но дети были рады И мы с удовольствием Всегда ходили И помогали Ну то есть Вы вкладывали в это Ну Какую-то свою душу И свои эмоции В отличие от Ну Современной Может быть Практики Когда люди Везут В детские дома Им Ну Как бы Игрушки Или там Конфеты Или подарки Ну то есть Материализованную Какую-то Помощь Или Материализованную Материализованную Материализованное Внимание То есть Вы были Как бы Мы больше души Вкладывали Да Понятно Хорошо Ну и опять же Я Первую маю Это Был Дополнительный Вклад В общую копилку Отряда В борьбе За лучший рейс То есть Это же Все учитывалось Всевозможные факторы Хорошо То есть Лучшие рейсы Это были Как Владимир назвал Это Москва Адлер Ну как бы Курортное направление И столичное Да А те Кто Себя не проявили Ничем Они куда ездили К Калининград Что оставалось Что им оставалось Наш отряд Наш отряд боролся Всегда за Новороссийск Нам очень нравился Новороссийск Рейс Потому что Мы выезжали Из Риги Двое суток в пути Сутки в Новороссийске Приезжали в Новороссийск Два часа ночи И на следующий день В одиннадцать вечера Уезжали То есть У нас было Предостаточно Времени Побыть все вместе И Посмотреть город И позагорать На море И съездить Большой популярностью Пользовалось Озеро Абрау-Дюрсо Нет И там Завод шампанских вин Знаменитый был То есть Ну как-то Мы даже успели Чуть-чуть там Продегустировать Шампанское Абрау-Дюрсо Пока не ввели Опять сухой закон В восемьдесят пятом году Вот Ну Как-то вот так Вот Поэтому у каждого отряда Было Было свое направление За которое они боролись Хорошо Двадцать пять человек Вы говорите Это получается Что один проводник Был на вагон Сейчас-то мы смотрим Что во всех вагонах По два проводника Как Как вы Вот Эту нагрузку Распределяли Ну было Нет На составе Как правило Было порядка Восемнадцати студентов Плюс-минус Да И в основном По два человека На вагоне Ну иногда Три человека На два вагона Если вдруг Как-то так Были нормативы Специальные просто Угу Так И В стройотрядах Студенты Зарабатывали Себе Некоторые Даже на машины Как мы помним Да А вот Что было С оплатой В отряде проводников Очень хорошо Зарабатывали Поэтому туда Был большой Довольно Конкурс И не так Просто было Попасть в отряд Проводников Действительно И забегая Вперед Хочу сказать Что за все Это время За 25 лет С 70-го По 94-й Год Который Когда существовал Латвийский Студенческий Отряд проводников Эту школу Прошли Более 20 тысяч Человек Потому что Ежегодно В отряде Работало От 600 До более Тысячи Человек Вот Поэтому Можете себе Представить Я могу Для сравнения Сказать Что вагонном То что сейчас Называется Вагоном Депо Рига Пассажирская Оно называется Просто по другому Эл Экспрессис Там проезда Обслуживает 150 человек 150 А у нас Одних студентов Ежегодно Было В некоторые годы Более Тысячи Человек И были Новые Направления Совершенно Которые Никто До нас Вообще Не делал Ну например В 83-м Году Мы придумали Отряд Экспрессис Который Полностью Обслуживал Вагоны Рестораны Ни у кого Таких Отрядов Не было Во всем Союзе Только нам Пришла В голову Идея Что студенты Могут Полностью В вагоне Ресторане Кормить Людей Кроме этого Сделали Отряды Которые Обслуживали Билетные Кассы И вот Действительно 85-й год Когда Майя Говорит Что это Первый Интерсоп Который Сделали Это тоже Было Именно В латвийском Студенческом Редаке Проводников Об этом Можно У Светланы Леках Спросить Она Как бы Организовала Сейчас мы Попробуем Связаться Со Светланой Леках По телефону Она Сейчас Живет В Германии Она Очень Большой Фанат Движения Соповского Регулярно Приезжает В Ригу Для того Чтобы Пообщаться С Бывшими Своими Товарищами По Товарищей Таней Не бывшей Оставшейся Но Товарищей По Профессии Светлана Добрый день Добрый день Светлана Мы В студии Сегодня Рассказываем Вы слышите Нас Очень приятно У вас сегодня Нет в интернете Хочу Слушать передачу А так Сижу И догадываюсь Что у вас Там творится Не в курсе Наверное Нас В связи Чрезвычайно Положением Отключили Наверное Вирусы на радио Но вам привет От радио Русский Берлин Мы с вами Всегда на одной волне Спасибо Русскому Берлину Светлана Зашла речь О уникальном Отряде Интерсоп И вы Как бы Были причастны К его организации Вот в чем Это была идея Как ее удалось Реализовать И Как она Себя проявила Хороший вопрос Спасибо Да Идея Идея Это Как когда-то Владимир Анатольевич Пришла идея В голову Создать СОП Так у меня Когда-то Пришла идея Создать Интеротряд И во время Всероссийского Всесоюзного Семинара Студенческих Отрядов Проводников В Юрмале Которые мы же И первые Вообще В стране Роканизовали Это какой был год Светлана Был Я сейчас Шугусь Или нет В 87 В 86 Мы сделали Первый Соповский Фестиваль У нас Каждый год Был победа Знаете В 85 Мы взяли Знамя В 86 Мы сделали Соповский Фестиваль В Цирулишах В 87 Да Пришла идея Создавать А у нас Дача появилась Соповская Вообще Там я думаю Все вспоминали Вот И пришла идея Создавать Создать Отряд Но она пришла Совершенно Спонтанно Потому что Вот был этот Семинар Союза Куда съехались Командиры Всех Студенческих Отряд Проводников Союза Вот И в том числе Естественно Все высшее Железнодорожное Начальство Которое было Очень расположено В те годы К нам Потому что Реально Это сила Это Думаю Что больше 100 тысяч Студентов По Советскому Союзу Летом Обслуживающих Поезда Это было Реально спасение Для Железной Дороги Вот И во время Одного Там из-за Стали разговаривать Что бы можно было Еще хорошего Сделать И я ему говорю Знаете Лучшее Что мы можем С вами сделать Это Сделать Отряд Студентов Проводников Который будет Ездить за границу Светлана Извините Я вас перебью Даже не ожидала Перебью вас На секунду Светлана Вот Опять-таки Понимаете Задача нашей Программы В какой-то Мере Раскрыть Людям Современным Эпоху Которую Они не застали Вот То есть вы Девушка Сколько вам было лет Сколько вам было лет И вы беседовали С железнодорожным начальником Который вот На союзном уровне Вот Да Да Но это Вы понимаете Вот эта школа СОПа Она уникальная Вы спросите любого Кто у вас в студии Или любого Кто вообще Когда-то там работал Эта школа Лишает Как бы знаете Пиетета Перед Высшим Руководством Начальством Крупными Важными людьми Это вообще не важно Это школа Которая мне помогла В жизни Добиться успеха В Германии То есть для меня Условно разговаривать Там С вице-канцлером Или С тем же даже Президентом страны В принципе Ассортно нормально Да Это СОП научил Зайти в любой кабинет Да Зайти в любой кабинет У меня нет страха Потому что я знаю Что я занимаюсь делом И у меня есть конкретный вопрос Или конкретное пожелание И я считаю Что вот это Я в принципе Приобрела Сначала у Володи В школе бизнеса А потом уже Развила его сама Уже будучи сама Руководителем СОПа Поэтому для меня Там Спросить у начальника Министерства пути и сообщения Не хочет ли он сделать Отряд проводников Это не было Вот прям вы с министром говорили? Что он ответит Не, замминистра Замминистра Ну понятно Ну и министра я тоже знаю Да Мы с министром На дружеской ноге Рад Ты получаешь Переходящее Красное знамя Являешься Лучшим отрядом страны Так вы же понимаете Что министр пути и сообщения Для вас лучший друг Условно Теоретически То есть любой из них Зная что такое Отряд проводников А уже латвийский СОП Который Первые знамена Получал опять же Под руководством Владимира Анатольевича Вот Я только Присутствующая здесь Да Да Так что ему огромный привет И огромное как всегда спасибо Он знает как я его уважаю И как я его люблю Итак вы Говоря замминистра Говорите Давайте сделаем Отряд Который обслуживал Международной перевозки Знаете Вот у нас все есть Да Знамя есть Дача есть Там Семинар сделали Да Хочется идти дальше Да Человек же должен развиваться В своей профессии Я говорю мы могли бы вам помочь У вас же летом страшная проблема У вас поездоходят дополнительные Проводники хотят в отпуск Ну он мне говорит Да Вы знаете А это хороший год Уже 87 год Понимаете Горбачев Перестойка В стране все дышат Кооперативы Уже понимаете Это другое время Уже нет КГБ Такой страшный Название этой марки Уже никто Совершенно по-другому Мы уже начинаем ездить За границу Да То есть уже свобода Какая-то пошла Дышим Вот он мне говорит Да Вы знаете В принципе Вы бы нам очень помогли Он говорит У себя в Москве Мы это сделать не можем Наверное Потому что нам не разрешат А вы же Говорит из Латвии Вы как бы не из Москвы Если вы получите разрешение ЦК Комсомола И Министерства иностранных дел Которое вам должно выдать Безагранпаспортам На мульти С мультивизой По странам Европы Он говорит То все остальное я решу Вот так оно началось А для меня это было Решить в Латвии Какой-то вопрос Это был не вопрос Да А как с Министерством иностранных дел Вот Тоже вы ногой дверь открыли туда В легкую Да В легкую Там была чудная женщина Которая как раз отвечала За выдачу паспортов А мы уже были знакомы Потому что у нас же ездили студенты Строительные отряды За границу Вот Это как я работала В республиканском штабе То как бы я конечно То есть всю технику знала Вот Я пришла к ней И говорю Вот такая история Нас берут на работу В Москву Если вы нам поможете То это будет первое вообще В истории студенческое движение За границу Вы увидите на поездах Наших латвийских студентов Она сказала Да без проблем Пусть в Министерстве Пути есть сообщения И вместе с ЦК Комсомола Даст мне такое письмо И просьбу Оформить такие-то визы Для такого-то количества студентов По соглашению Было все совершенно просто Вы понимаете Это как бы Может со стороны Казалось невозможным А на самом деле Казалось простым Достаточно Я не буду рассказывать О сложностях И в результате всей этой Многоходовой операции В июле месяце Первый отряд Под руководством Иры Егоровой Я кстати сегодня Про нее вспоминала Я забыла Ребята надо спросить Как ее отряд назывался Потому что в ее отряде Было больше всего Студентов-проводников Кто поехал за границу Потому что ее отряд Всегда занимал у нас Первые места По результатам Каждого года Вот А в отряде было Мне кажется В первом Не могу вам сказать Но от 60 Светлана Светлана Да Да От 60 До 80 Человек Уехала Вот в этом Интерсопе Да В Интерсопе Потому что Это было Несколько отрядов То есть там Ехал отряд То есть они менялись Это было Московское управление Международных перевозок Была Станция Белорусская Белорусский вокзал Вот И оттуда Отправлялись поезда В Берлин В Прагу В Шверин И Варшаву Вот эти 4 направления По скользящему графику Наши прекрасные девушки Мне кажется Мальчики Если были То может быть парочку К сожалению Да Вот Наши красавицы Девочки В шикарных вообще формах Потому что в Латвии Была форма уникальная Ни у кого больше В стране такой формы не было Вот Пилоточки Наглаженные В галстучках Вот стояли На перроне И да Произошла такая революция Никто не верил до конца На самом деле Я тоже Я вам сейчас так рассказываю До конца Слушайте Свет Извините Еще раз Перебью Сколько времени У вас ушло На согласование Такого проекта Год Месяц Сколько Когда состоялась Беседа Ваша Замминистр Беседа состоялась А все правильно Беседа состоялась В 87 году Осенью В 88 году Летом Они поехали Все В 90 году Я уже уехала жить в Германию И отряд еще продолжал ездить Более того Привозили все мои вещи Мне в Берлин Так что 88 год В 87 году Наверное не весной Могу путаться Но кто-то меня поправит Сколько лет прошло Да Ну то есть Достаточно Ну то есть Менее года Менее года Однозначно Однозначно Менее года Слушайте Свет А вот такой вопрос еще Значит Ну понятно Веяние свободы И так далее Но командно-административная система Которую любят Вспоминать Сейчас И осуждая Как бы советское Советское время Она же действовала То есть Получается Что вы Через всю бюрократию Прошли Вот У меня такой А характер А Б Я знаю Как воздействовать На этих людей Они не должны сомневаться Вашей внутренней Принадлежности К строю Знаете Это такая Вещь Когда ты С человеком Разговариваешь Они понимают Что ты работаешь С ними Рядом Ради очень важного Дела Они это делают И ты им помогаешь Когда ты даешь Человеку осознание Важности Вот этого Дела То человек Сам более-неволе Очень хочет тебе помочь На самом деле У меня в Москве Были идеальные Отношения со всеми И все приезжали Ко мне И благодарили И девочек любили Единственная проблема Которая у нас возникла Жалко что нет Никого Кто ездил в отряде Сейчас у вас на интервью У нас возникла проблема С нас страшно Заревновал Есть Майя Гарбус Она ездила Майя ездила Да Да Командир Московского Студистического Отряда Проводников Во-первых Написал на нас Жалобу Во все партийные Инстанции И включая Министерство Во-вторых Звонил мне И возмущался И ходил по всем Начальникам И говорил Как это так Кто такие Эти латыши И зачем они Приехали в Москву У нас есть Твои студенты Вот И он стал писать Что мы там Что-то нарушаем И то и это И вообще мы Понятно Непартийные И неправильные Я придумала Отход конем Просто Я считаю У нас у всех У каждого бойца Была личная книжка В которой было Три талона нарушений Да И при проверке Кого-то из студенческих Руководителей Девочки в случае Каких-то нарушений Должны были сдать Эту книжку И в этой книжке Вписывался талон нарушений Вырывался Если ты Это опять же Находка Владимир Анатольевич Гениальная просто В случае лишения Трех талонов Человек автоматически Исключался из отряда И могло быть Дальнейшее Также исключение Из института Со всеми Вытекающими последствиями Я позвонила Вот руководству Этого отряда Московского И сказала Ребята Мне очень нужна Ваша помощь Вы находитесь в Москве А мы в Риге Мы лишены возможности Контролировать Наших студентов У каждого из них Есть личная книжка Бойца У них есть Три талона нарушений Я вас очень прошу Если вы можете Пожалуйста Проверяйте их Как только вы вообще Имеете свободное время Вырываете несчастно талоны Мы всех будем Исключать из отряда И исключать из института Это так их порадовало Вы не представляете Вопрос был сразу решен Они были счастливы Они стали появляться На перроне Требовать личную книжку У кого-то вырвали Какие-то количество талонов Они полностью реализовали Свои амбиции Таким образом Мы более-менее С ними Ну скажем так Нашли какой-то общий язык Хотя Они все равно возгущались Мне кажется На третий год Им дали какое-то количество мест Потому что Проблема же была другая В Москве Невозможно было Получить разрешение Министерства иностранных дел И выдать студентам Проводникам Мультивизы На всю Европу Почему? Даже при горбачевских Даже при горбачевских временах Это практически было Представляете что это такое Это не какие-то там Люди проверенные То есть при Балтике Это белая кость была Да? Всегда При Балтике всегда была Более того Открою секрет Благодаря Этой возможности У меня половина Моих условных коллег По работе Комсомольцев И так далее Получила эти паспорта И благополучно Ездила Путешествовать За границей В том числе И ваши друзья Журналисты И Леша Буре И Боря Фельдман Мой партнер Да? Все благополучно У меня получали Эти паспорта С мультивизами И благодаря этому Смогли вообще Впервые в жизни Увидеть и Берлин И Прагу И остальные города Вот такая история Красивая Понятно Спасибо Светлана За ваш рассказ Мы возвращаемся В студию И Владимир Анатольевич Икусов Хотел сделать Важное дополнение Ну что здесь Можно сказать То что Светлана Говорила И то что Школа отряда Проводников Это довольно существенно Это действительно Так и есть И более того Сложилось такое Студенческо Отрядное братство Которое В любой момент Если встретишь Какого-нибудь человека И вдруг узнаешь Что он работал В отряде проводников Значит соотношение Совершенно другое И ты говоришь На одном языке И ты все понимаешь И вот сейчас Сейчас Мы готовим Вечер встречи На 50-летие Латвийского Студенческого Отряда проводников Который назначен На 17 апреля В доме Москвы Ну вот Вчера пришли Сообщения И информация о том Что в связи С эпидемией Будут Могут быть Какие-то проблемы Но С переносом мероприятия Да Но пока 17 апреля Не входит в это И у нас нет Замысла О переносе Мы будем стараться В любом случае Провести это мероприятие Потому что люди Готовы были На него ехать Не только Из Латвии Но и из разных стран Из Америки Израиля Германии Италии И откуда угодно Люди узнавали Мы же афиши Не развешиваем Но тем не менее Через социальные сети Через сарафанное радио Люди узнают о том Что будет такой вечер У нас есть определенная Регистрация этих людей Мы знаем Сколько человек Собирается на это дело И поэтому Всех кто имеет отношение К этому делу Я приглашаю 17 апреля В Рижский дом Москвы На вечер Посвященный А на каком сайте Можно зарегистрироваться И посмотреть Вообще На этом сайте Есть информация Про СОП И можно ее Изучить Мы сделали сайт Такой специальный Для регистрации Он Очень простой 3W А потом 4 буквы L-S-O-P Заказывайте там Все приглашения И приходите В любом случае Будет о чем вспомнить По крайней мере Вы должны Вы обязательно Вспомните о том Что мы например Вот Светлана сейчас Говорила насчет Красного знамени Так хочу Просто сказать Что первое Красное знамя Так называемое Памятное красное знамя Всесоюзного Соцсоревнования Латвийский студенческий Отряд проводников Завоевал Еще в 78 году Это соцсоревнование Было объявлено ЦК ВЛКСМ А Министерство Пути и Сообщения СССР И каждый год Каждый год Оно кому-то Кому-то должно Было вручаться И вот в 78 году Какие критерии Оценивались? Там было много Очень критериев Дело даже не в этом Дело в том Что В этом соцсоревновании Участвовало Очень много Отрядов Которые в общем-то Были во всем Бывшем Советском Союзе И могу сказать сразу Что их было 89 89 Так сказать Участников Этого соцсоревнования То есть как бы Во всех областях Во всех областях Республиках Краях И так далее И вот из этого количества Из 89 Латвийский Отряд был Замоевал первое место В 78 году Потом в 79 Потом у нас Было небольшое Так сказать Отступление Мы побыли На втором месте А потом опять вернулись Вопрос В этой программе Может быть Мы когда-то Еще встретимся И поговорим Еще Об этом феномене Отряда проводников Но В 91 году Развалился Советский Союз А отряд Существовал До 94 То есть Это уже была Как бы Какая-то Коммерческая структура Как вы Можете это Прокомментировать Ира Ну Я в те годы Уже К сожалению Не ездила Но я знаю Что Действительно Отряд Перешел на Коммерческую основу Ну Больше не было Таких отрядов Как вот Были в наше время Я ездила До 85 Года В 86 Году Работала в штабе Там Это Отряд Это была Структура А здесь Проводники Ездили Сами У них был Заключен договор С Депо Рига Рига Пассажирская И они Это было на коммерческой основе А отряд Он их курировал Все-таки Ну Штаб Штаб Курировал Но Больше Такого уже Движения Не было Постепенно Все как бы Затухало Ну и соответственно Ну и пассажирские перевозки Наверное затухали Совершенно верно То есть И вообще Времена такие были смутные Но Тем не менее Все-таки На На отголосках Прежней Славы Продержался До 94-го года Это тоже Такой неплохой показатель Майя А вот Интерсоп Вы что Зарплату Получали В валюте Вы наверное Страшно были Богатые люди Нет Зарплату мы получали В рублях Но Командировочные Мы получали В валюте В валюте Той страны В которую Мы ехали Ну например Если это Рейс Варшава был То От пересечения Границы Советского Союза С Польшей Соответственно И обратно Вот за эти часы Мы получали Командировочные В злотых Если это ГДР Было Берлин Рейс То соответственно Кроны Марки Да Дойча марки Вот И вот так И с Прагой В Праге По-моему В Чехии Кроны были Перед границей Нам начальник поезда Выдавал под роспись Эти деньги На личные расходы Так сказать И после границы Обратно Остатки Что мы не истратили Но потом Это все равно Нам все выплачивалось Конвертировалось Если мы Ну как бы Что-то оставалось Мы старались Все там Истратить Ну так это же Уже началось Движение Там челноков Которые ездили Возили всякие Там кофемолки Страумы Миксеры И так далее Продавали на каких-то Барахолках В Польше А вы как бы Оказались в центре Всех этих событий Нет Но тогда у нас Так не было На этих поездах Потому что То что касается Германии Например Ну Берлин Еще был такой Пассажирский поезд А еще было Дворец Шверин и Вюнсдорф Там стояли Советские Воинские части И там в принципе Он шел Этот поезд Даже по Внутренним билетам Советского Союза То есть По большому счету Как воинский эшелон Военные ехали И их родственники К ним туда И обратно Если что Возвращались Ну как-то так Да Ира Что-то хотели Добавить Ну на самом деле Я хотела Немножечко уйти От вопроса коммерции И в сторону Романтики Молодости Романтики Отношений То есть Эта школа Нашей жизни Она Во-первых Конечно Все перезнакомились Влюбились Женились Это же Тоже в то время Сами понимаете Допустим Двое на вагоне Парень с девушкой Он ночью работает Она днем Это как Какая-то Даже Можно сказать Школа совместного ведения Хозяйства Опять же Чай Заприготовили Для всех пассажиров Прибраться Вообще Как бы Распределение обязанностей Это Тоже немаловажно У нас Очень много Было заключено Браков По результатам Рабочего периода Я сама тоже Своего мужа Встретила В строотряде Да И поэтому Мы вместе Уже Кучу лет До сих пор И поэтому Это Ну вот Просто Даже не могу сказать Насколько Это такой Счастливый Счастливейший Период Нашей жизни Который мы помним До сих пор Мы очень часто Встречаемся Поддерживаем Со всеми Отношения И у нас Всегда есть Что вспомнить И слава богу Что у нас До сих пор Хорошая память И встречаемся С большим Удовольствием Хорошо Спасибо Нашим Участникам Сегодня За то Что они Нас Ну В первом Приближении Познакомили С работой Студенческого Отряда Проводников Который Обслуживал Пиковые Летние Перевозки Из Риги В разные Города Советского Союза Этих Поездов Было Очень много И Через Латвийский Студенческий Отряд Проводников Прошло Больше 20 тысяч Человек Через Месяц Они Все Встретятся Ну Те Кто Смогут Встретиться В Доме Москвы На своем Мероприятии В честь 50-летия Этого Движения Я надеюсь Что Радиослушателям Было Интересно Прикоснуться К этой Эпохе И Сегодня С нами Был Владимир Икусов Организатор Студенческого Отряда Проводников И его Командир 72-го По 82-й Год С небольшими Перерывами Майя Гарбус Студентка Латвийского Государственного Университета В прошлом И Один из Участников Интерсопа Уникального Отряда Проводников Который Был Создан Латвийским Штабом И Обслуживал Международные Перевозки И Ирина Фельдман Соколова Студентка В прошлом Рижского Политехнического Института А Затем Боец Отряда Магистраль И Секретарь Штаба Студенческих Строительных Отрядов На Прямой Телефонной Связи С нами Была Светлана Леках Организатор Этого Внаменитого Интерсопа Человек Который Мог На Дружеской Ноге Говорить С министрами Начальниками Железных Дорог И Реализовывать Любые Идеи Которые Появлялись В ее Светлой Голове Вот За то Что Эти люди Сделали Для Других Для Страны Для Пассажиров Им всем Огромное Спасибо И до Следующих Встреч В программе Очевидец Спасибо